Добрый вечер! Вы считаете, что ваша цель – реставрация монархии? Да, мне кажется, это очень актуально для России сегодня. Естественно, мирным путем? Ну, это уж как получится. Вы рассматриваете возможную... Нет, просто я понимаю, что человек предполагает, а Господь располагает. Наоборот, мне кажется, что появление монархии, восстановление монархии в России – это единственный способ сохранить единство России. Ну, хорошо, оставим пока методы, они могут быть разные, конечно же. Хотя не все они считаются законными. Но зачем нам восстанавливать монархию? Ну, посмотрите сами. Вот Россия – это многонациональная страна. Вот Франция – это национальная страна французов, несмотря на то, что там есть корсиканцы, бретонцы, эльзасцы. Все привыкли. Потому что, когда создавали Францию, то о таких мелочах, как права национальных меньшинств, никто совершенно не заморачивался. Аналогично с другими европейскими странами. Мы раньше были многонациональной Российской империей, которую скреплял дом Романовых, которые были великие князья финляндские, царепольские, казанские, астраханские и многое, и многое, и многое. Потом нас скреплял коммунизм. Сейчас коммунизм умер. И встает вопрос. Некоторые говорят, мы русское национальное государство. А, извините меня, не русских, которых 20% с лишним. Они справедливо говорят, а мы тогда кто? Ну как, они россияне, мы все россияне, нас скрепляет президентская власть. Вы понимаете, президентская власть, она такая ржавая скрепка, что, конечно, сейчас, как бы я не любил Путина, в смысле, я его не люблю, но все равно все держится на его персоне. И на вот этом вот достаточно искусственном культе его личности. А вот представьте себе, что ведь Путин-то завтра умрет, уйдет на пенсию, еще куда-то. Мы будем что, создавать новый культ личности, очередной? Ну, мы просто выберем другого президента. И превратим его тоже в бога, в национального лидера. И дальше будет скреплять Россию он. То есть вы предлагаете другого человека подыскать и превратить его в бога, в национального лидера? Я считаю, что, ну, если вы верующий человек, то вы должны предполагать, что есть богом избранный правитель, это император, который является носителем национальной идеи, как в Японии, между прочим, объединителем нации. Но зато во всем остальном у нас должна быть демократия. Потому что если у нас только культ личности, только бога ему избранный президент и нами с вами, то у нас экономика перестает работать. Мы это заметили, правда ведь? И масса других проблем. То есть английские варианты? Да, английские, японские, вот такой вот. Но будет ли потенциальный монарх принят всеми, ну, большинством хотя бы россиян? Ну, как-то отвыкли мы без царей-то уже жить-то давно. И, собственно, в 17-18-19-м году многочисленные белые армии ни одна не воевала за реставрацию монархии. Хорошо, во-первых, воевали. За монархию нет. Воевали за монархию. Вот, а во-вторых, там же в чем проблема-то на самом деле возникает? Вот вы говорите, все ли примут монарха? Хорошо. А Путина что, все принимают? Нет, ну, мы знаем, сколько с точностью до доли процента. Да, 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 да. Ну, есть тут сомнения определенные, допустим. Но, тем не менее, знаем. Цифры есть. Да, 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 совершенно верно. И что, из следующего президента тоже будут все принимать? Тоже не все. И вот, чтобы вот эти вот, как бы сказать, мухи отдельно, котлеты отдельно. Вот единство России, национальная идея, традиции, вечные ценности. Это императорский дом, подождите. А вот политика, всякие мелочи, платить или не платить, зарплаты, пенсии, вступать во всемирную торговую организацию или не вступать. Это вот уже избранные нами простые люди, такие же, как мы, живые, равные нам, которых мы выбираем. Нет, я к тому, что мы за много поколений привыкли, что все-таки у нас есть некий, не монархический правитель, хотя, ну, там, может быть, цариолом монарха, как тот же самый Сталин. Но он все-таки, он не царь. Вот нам рассказывали, что царизм это плохо, очень долго. Евгений, я с вами полностью согласен. Сейчас мы за демократию целиком полностью. Какой царь? Какой царь? Какой царь? Женя, вы ведь только выглядите молотно. На самом деле, вы еще помните, как вам рассказывали, что коммунизм победит на всей планете, что мы самый прогрессивный строй. Но вот как-то уже и нету ни коммунизма, ни самого прогрессивного строя. Работаете в частной телекомпании. Как-то смеялись. И я считаю, что эволюция, она продолжается. Значит, на мой взгляд, именно для России. Очень актуальная идея возрождения монархии, именно для того, чтобы сохранить российское, не русское, а именно российское единство. Потому что если мы начнем, вот сядем вот так с ножницами, будем вырезать русское государство, мы не только Кавказ отрежем, северный. Но мы же и Татарстан с Башкортостаном потеряем, и Якутию, 18% территории России. И много чего потеряем. Какие-то функции у него будут все-таки, кроме как вот со скепитером и державой? Не помню, в какой руке что. Не помните, а вы уже так применивались. Вы знаете, если так отбросить шутки, я в общем не хочу шутить на эту тему, совершенно не смешно. Тем более в городе, где расстреляли царскую семью в 18-м году, в общем, по всем критериям страшное преступление. И я считаю, что правильно будет, если возрождение монархии начнется тоже с нашего города. Ну, закономерно. Маятник качнулся туда, должен качнуться и в другую сторону. Но мне кажется, что функций у современного монарха достаточно много, и все эти функции крайне полезные и необходимые для нас. Во всяком случае, никто не скажет, что это, извините меня, правитель жуликов и воров. Потому что, как показывает опыт, вот такие вот, которые из грязи в князе, обходятся гораздо дороже, чем те, которые по праву рождения. Ну, мне бы очень хотелось бы для нас такого императора. Хотя бы в перспективе. Да, да, возникает вопрос, опять же, вот, как говорил один царь в кинематографе, где будем делать талюту, где будем брать царя-то? Ну, у нас порядка ста с небольшим потомков Романовых сегодня проживают за границей. Значит, ну, вот старшая, скажем так, из потомков императора Александра II, то есть вот так получилось, что Николай II не оставил потомков. Даже если верить в чудесное спасение царевной Анастасии, потомства там не было. Вот, это Ксения Николаевна Сфирис, живет в Греции. Между прочим, в ее жилах течет кровь не только Романовых, но и, допустим, крепостной болелины, знаменитой параши Жемчуговой, парашковой Жемчуговой, которая вышла замуж за Шереметьева. Но почему вы хотите вот таким образом, то есть брать потомков династии, которая изрядно себя дискредитировала, которая Россию привела, в конце концов, к разгрому? Во-первых, сын за отца не отвечает. Во-вторых, кто привел Россию к разгрому? Это очень большой вопрос. И я думаю, что здесь мы на одну династию не свалим. Но почему бы не повторить 613 год? А давайте повторим вообще призвание варягов. Ну, зачем? Понимаете, как только мы начнем обсуждать, мы еще столкнем. Почему не произвести некие выборы царя? Ну, понимаете, я думаю, что сейчас состояние консенсуса в обществе еще меньше, чем в 1613 году, потому что там все-таки прошла кровавая смута, и люди пытались к чему-то приложиться, как-то прислониться. Опору искали. А сегодня, к счастью, кровавой смуты еще не было. И я надеюсь ее избежать. Но в этом случае легитимность будет понятна, что вот этот человек каким-то образом, путем обсуждения, выбран как самая лучшая кондикатору на труд. Ну, и потомки потом пускай будут уже пойдут. А тут приводят какую-то тетеньку. Какая тетенька? Которая, между прочим, потомок Петра Первого, потомок Александра Второго, Екатерины Великой. Ну, объяснить-то будет трудно народу, что вот она, да, она достойна. Вот она и по образованию, и по-моему, и по всему. Если народу надо будет что-то объяснять, то вы, мастера, объясните лучшим образом. Пока ситуация для этого не созрела. Пока мы говорим о том, что может быть создана монархическая партия. Почему ведь она может и быть и не создана? Потому что вот вы сейчас нам рассказали о торжестве демократии, о чтениях в Госдуме. Но, извините, я знаю, что 14 партий политических, еще до благодетельных реформ господина Медведева, сдавали свои документы в Министерство юстиции, и ни одна не была зарегистрирована. Но вы будете делать попытку, если я правильно вас понимаю, все-таки вот эту процедуру пройти и получить официальную регистрацию? Конечно. С возможностью участвовать в политической борьбе? Конечно. Но, как вы понимаете, я вовсе не зацикливаюсь на этом. Я прекрасно понимаю, что, несмотря на все законы, у нас могут поступить совершенно иначе. Если это будет кому-то в Кремле не нужно, то нашу партию не зарегистрировать, несмотря ни на какой закон. Я знаю массу случаев, когда люди сдавали 50 с лишним тысяч подписей, у них не могли найти ни одной, извините меня, левой подписи, все равно не регистрировали. Ну, тогда вы в Российской империи вот, которую... Вот, вы абсолютно правы. Поэтому у нас есть Российская империя, и если не получается воде течь в одну дырочку, она найдет другую. Я, немытьем да катанем, эту идею буду насаждать и продвигать, в том числе, со светового четвертого экрана. Экрана четвертого канала. Вот так. Как обстоят дела в той самой Российской империи? Я вот до сих пор не могу понять, вот это фейк, шутка или это все серьезно? Ну, понимаете, я делаю то, что в моих силах. Вот собираю сторонников, там чуть больше трех тысяч человек приняли гражданство Российской империи. Вот напечатали паспорта для них, путешествуем, осваиваем, создаем государственные органы. 31 августа этого года собираемся провести выборы в парламент, но уже настоящие, не такие, как в Государственную думу. Я думаю, наш парламент будет более влиятельный, чем Государственная дума России, от которой, как известно, ничего не зависит. Но призвать-то кого-то не получилось пока на престол? Мы пока не обращаемся. Во-первых, кто такой я? Вот выбьем парламент, у нас появится легитимная власть. Я же самозванец, я же самопровозглашенный. А дальше уже люди пусть голосуют, пусть определяют. Спасибо большое, Антон Баков, политик, основатель Российской империи 2.0. Был сегодня на сцене, я с вами прощаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok